Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях Алтайского края. 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за минувшие сутки. В особом внимании в период пандемии нуждаются будущие мамы. Как им помогают в Барнауле расскажем через несколько минут. Историю военного Барнаула сегодня можно услышать в общественном транспорте. Подробности в выпуске. За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в регионе на сегодня 324 человека. Среди них 22 ребенка до 17 лет. Зминогорск по-прежнему лидирует по количеству зараженных. Сейчас их 143 человека. Границы района все еще закрыты. В Барнауле за сутки коронавирусом заболели 3 человека. Роженицы края под особым контролем. В регионе на период распространения COVID-19 оборудовали специальный роддом для защиты здоровья будущих мам и их малышей. Анна Рашагирова с подробностями. Помощь беременным женщинам была запланирована еще до того, как в Алтайском крае появился первый больной с коронавирусной инфекцией. Поэтому, как только ситуация обострилась, инфекционным госпиталем для будущих мам стал родильный дом в городской больнице номер 11. Пациенты обращаются сюда за помощью самостоятельно, позвонив скорую. Поводом для госпитализации может стать и обычный насморк, и контакт с больным коронавирусной инфекцией. Если женщина нуждается в оказании вкушерской помощи, она поступает в родах, она поступает с угрозой прерывания беременности, то она поступает в это учреждение. И структура этого учреждения построена таким образом, что все поступают в изолированные палаты до того времени, пока не получат результат на коронавирусную инфекцию. Результаты на тест готовы уже через сутки. Если тест отрицательный, но есть симптомы ОРВИ, роженицу отправляют в так называемую чистую зону. Здесь в палатах находятся по одному-два пациента. При положительном результате женщину помещают в мельцеровский бокс, оборудованный по всем требованиям. Имеется даже два аппарата искусственной вентиляции легких. О безопасности врачей тоже не забыли. Предусмотрены маски, халаты и специальные очки. А чтобы медицинские работники не контактировали между собой, на каждом этаже работает отдельная бригада. Так как у нас разобщены коллективы, разобщены сотрудники, аппаратура у нас тоже разобщена. То есть у нас на каждом этаже имеется аппарат УЗИ, на первом, на втором, на третьем. То есть те женщины, которые у нас находятся на первом этаже, УЗИ им будет сделано здесь, на первом этаже. Поэтому аппараты у нас для этого, чтобы удобно завозить в каждую комнату, они стоят здесь у нас. Вот у нас есть прекрасная альфа-установка, в которую мы обеззараживаем воздух при проведении заключительной дезинфекции, чуговой дезинфекции. Буквально в течение минуты-полтора все микроорганизмы, которые у нас находятся в воздухе, и вирусы, и бактерии, они будут уничтожены. На сегодняшний день отсюда выписана одна женщина, перенесшая коронавирус. Малыш, к счастью, родился здоровый. Да и вообще, как уверяют врачи, ребенок в отраве матери эту инфекцию перенять не может. Однако после рождения его изолирует, пока мама не вылечится. Анара Шагирова, Михаил Лифуншан, Новости. Владимир Путин потребовал от региона в полной готовности к чрезвычайным ситуациям. Как заявил президент о совещании с главами регионов, пандемия коронавируса не отменяет сезонные поводки и пожары. Несмотря на все ограничения, регионы должны быть готовы к приходу стихии. Глава государства подчеркнул, что под особый контроль следует брать семьи, которые потеряли имущество, жилье, остались без самого необходимого в результатах ЧП. А я напомню, в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Запрещены сельхозпалы, посещение лесов и разжигание костров. Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 72 пожара. Найдены тела подростков из Новоалтайска, пропавших в январе этого года. Напомню, юноша и девушка 15 и 18 лет ушли из дома, после их никто не видел. Молодых людей искали сотрудники полиции, волонтеры, кинологи с собаками. Поиски длились почти 5 месяцев по всему Алтайскому краю. До сегодняшнего дня их местоположение было неизвестно. Тела были обнаружены в Первомайском районе. Следственный комитет Алтайского края ведет проверку. Сегодня родительский день, однако в региональном Роспотребнадзоре просят воздержаться от посещений кладбищ. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина. В частном порядке посещение не запрещено. На сегодняшний день существует ограничение по доставке на кладбище общественным транспортом. Напомню, запрет на доставку людей на кладбище в родительский день подписал губернатор края Виктор Томенко. Таким образом, традиционного бесплатного проезда на общественном транспорте в этом году не будет. А сейчас новость для владельцев личного транспорта. Резкого подорожания бензина и дизельного топлива в России и Алтайском крае ожидать не стоит, уверены эксперты. Несмотря на нестабильность стоимости нефти, цены на АЗС остаются стабильными. С начала года цены на 92-й бензин на заправках не изменилось. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами фракции Госдумы. Цены на оптовых базах снизились на 3% примерно. И если говорить о годовом индексе, то год к году цены на автобензин и рост цен составил всего 1,7%, что ниже уровня инфляции. Если говорить о дизельном топливе летнем, с начала года по дизельному топливу рост 1,5%, год к году 3%. То есть тоже ниже чем, это на автозаправочных станциях, ниже чем уровень инфляции. Ситуацию на топливном рынке регионов России, в том числе Алтайского края, регулярно мониторят в Федеральной антимонопольной службе. Цены на топливо в Алтайском крае остаются стабильными. На сегодняшний день стоимость самого популярного бензина марки АИ-92 за литр составляет в среднем 40 рублей 16 копеек на автозаправках компании Гавстромнефть и 40 рублей 18 копеек на автозаправочных станциях компании Роснефть Алтайнефтепродукт. В целях стабилизации цен на моторное топливо на внутреннем рынке действует демпфирующий механизм, который позволяет сохранять стабильные цены на нефтепродукты независимо от волатильности, то есть изменения цен на нефть. Историю военного Барнаула сегодня можно услышать в общественном транспорте. В городе стартовала акция, посвященная году Великой Победы. Часто в потоке будней нет времени задуматься о вечных, действительно важных вещах. Теперь с появлением такой акции мы можем по дороге домой или на работу послушать отрывки из произведений о великом событии и уделить этому чуть больше внимания. Следующая остановка – площадь Спартака. В годы Великой Отечественной войны в зданиях вокруг площади размещался госпиталь и эвакуирован из-под Ленинграда сельскохозяйственный институт, который затем стал Алтайским аграрным университетом. Авторы проекта – Радио Катунь. Они создали короткие аудиофайлы о военном прошлом Барнаула, которые люди смогут услышать в трамваях и автобусах нашего города. Смысл был в том, чтобы людям рассказать самые важные моменты из военной истории Барнаула и при этом не быть навязчивыми, раздражающими пассажиров, то есть не мешать им думать и так далее. Поэтому это очень компактные, очень лаконичные ролики, которые не напрягают пассажиров. В планах организаторов создать подобные ролики не только о периоде войны, но и об истории столицы Алтайского края в целом. Я считаю, это очень хорошо. Узнают, как экскурсия по Барнаулу. Это очень интересно, здорово. Мне лучше это послушать. Еще бы какие-нибудь исторические факты. Там, допустим, были же войны-спортсмены, которые много чего сделали для страны в целом. Почему нет? Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости. Герой нашего следующего сюжета – тренер по баскетболу. Как обычная площадка в детском лагере перевернула его жизнь? И что такое гора смерти? Расскажем в нашем следующем сюжете. Для многих спорт – это хобби, работа или увлечение. А для нашего ветерана спорта Сергеева Сергея Константиновича, тренера по баскетболу, спорт – это в первую очередь возможность было справиться с болезнью. Что и позволило ему заниматься спортом самому и тренировать юных баскетболистов. Обычный детский лагерь крылатых. Именно он и перевернул жизнь Сергея Сергеева. Не зная, чем заняться, на площадке попробовал сыграть в баскетбол. И с этого момента полюбил этот вид спорта. Записался в секцию и поступил в Пет-институт, где уже играл за вуз. Потом пошел работать в медный институт в 82-м году. И стал там тренировать мужскую и женскую команду и параллельно детей. Уже 42 года тренирует детей. Как говорит сам Сергей, в тренировочном процессе важно понимание игры. И с улыбкой на лице вспоминает любимое упражнение своих спортсменов – гора смерти. Задача простая – забежать как можно быстрее вверх по горе и спуститься максимально быстро вниз. Они ее любили страшно, эту гору. Вернее, не любили вначале. А потом, когда поняли преимущество, когда мы начали забегать, допустим, обвязавшись колесом и забежать вверх, потом начали соревноваться. И дело в том, что когда ты спускаешься вниз, ускоряешься, то у тебя включаются те мышцы, которые обычно не работают. Лучше всего будет, если тренер ведет команду от самого начала и до выпуска. Сергей помнит свою каждую команду и относится к ним с большим теплом. Какой выпуск был для вас самым запоминающимся, интересным, может быть, специфичным? Это когда, как первая любовь, у меня первый выпуск – 69-70 год рождения. Любовь к детям была настолько сильной, что своими силами Сергей переоборудовал для поездок на соревнования «Скорую помощь» – 39-62, в народе известную как «Таблетка». Мы на все соревнования добирались вот таким образом. И зимой, и летом, Новосибирск, Новокузнец, Горный Алтай, куда мы только не ездили. Сейчас Сергей на самоизоляции. Продолжает тренироваться дома, занимается на велотренажере, проводит силовые упражнения и зарядку. Ждет не дождется, когда снова увидит свою команду и приступит к тренировкам как можно раньше. Дмитрий Дроздов, Анатолий Фукс. Новости. На этом у меня все. До встречи в эфирах.